Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. Мы поговорим о важности доверия в Царстве Божьем. Это очень серьезная тема. Доверие в Царстве Божьем. Мы рассмотрим тему денег, обсудим то, могут ли богатые попасть на небеса, или этого заслуживают только бедные. Давайте разберемся в этом. Матфея 6, 33. Давайте вместе прочитаем это место вслух. «Ищите же прежде Царство Божье и правды Его, и это все приложится вам». Мы уже много говорили о том, что Царство Божье должно быть нашим приоритетом. Мы говорили о том, что нужно всегда ставить Царство Божье на первое место. В Писании сказано, что мы должны, в первую очередь, искать Царство Божье, считать его самым главным, самым важным. Это источник нашей жизни, и мы должны ориентироваться на него во всем, во всем, что делаем. Мы должны искать Божьих путей и Его праведности, и все остальное приложится нам. Когда мы следуем Божьим принципам во всем, что мы делаем, что-то меняется. Когда мы следуем Божьим принципам, а не своим собственным, мы получаем право собирать урожай Царства Божьего. Когда Божьи методы исцеления становятся нашими методами, когда Божьи методы освобождения становятся нашими методами, когда мы учимся у Бога, как правильно восполнять материальные нужды, что-то обязательно изменится. Мы сможем черпать благословение из Царства Божьего. Ищите в первую очередь, ставьте на первое место, почитайте Царство Божье. Стремитесь к Царству Божьему и к Его праведности, и все остальное приложится вам. Запомните, что в этом мире действуют две системы. Есть мирская система, и есть система Царства Божьего. Что происходит, когда всю свою жизнь вы следуете законам этого мира? Когда вы болеете, вы идете к врачам за помощью. Это мирской способ решения проблемы. Когда у вас депрессия или другие психологические проблемы, вы идете к психологу. Это тоже мирской способ решения проблемы. Когда у вас возникают материальные затруднения, вы начинаете искать финансы теми способами, которые предлагает мир. Что происходит, когда мирские способы решать проблемы начинают отказывать, перестают быть эффективными? Тогда система начинает меняться. Что происходит с мирскими методами, когда вы не соответствуете требованиям этой системы? Может быть, у вас неправильный цвет кожи или росли в неправильной среде. В этом случае мирская система не примет вас и не будет для вас эффективной. Но кроме того, существует система, которая называется Царством Божьим. Когда человек заболевает, Бог предлагает ему исцеление. Когда у человека возникают психологические проблемы, Бог предлагает свое слово. Он может решить ваши финансовые проблемы и навести порядок в любой сфере вашей жизни. Но есть существенная разница. В Библии сказано, что Царство Божье безграничное. Когда вы начинаете жить в Божьей системе и использовать Божьи методы, у вас не будет никаких ограничений. Мир ограничивает вас, но у вас не будет ограничений, если вы будете следовать законам Царства Божьего. Недавно мы говорили о том, как поменять направления, начать следовать Божьим методам, поставить их на первое место, сделать их приоритетными. Послушайте, только когда все остальные возможности исчерпаны и не остается ничего другого, кроме Бога. Когда Он не просто является одним из вариантов для вас, а единственным источником, когда вы во всем полагаетесь на Него, надеетесь на Него, потому что знаете, что Он ваш единственный источник, вы готовы держаться за Него. Когда вы говорите, что бы ни случилось, я буду с Богом, это означает, что Он ваш единственный источник. Многие люди часто возвращаются в мирскую систему, потому что ждут, что Бог будет незамедлительно отвечать на их просьбы. Иногда вы хотите получить то, к чему вы еще не готовы. Вы хотите получить то, к чему еще не готовы. А когда не получаете этого, вы разочаровываетесь. Ищите в первую очередь. Ставьте на первое место. Почитайте Царство Божье. Почитать означает считать значимым, весомым. У нас очень интересная тема сегодня. Я хочу, чтобы вы внимательно слушали. Я собираюсь показать вам то, что станет для вас настоящим благословением. Вопрос о Царстве Божьем, о том, проявляется оно в вашей жизни или нет, связан с вопросом доверия. Позвольте мне дать определение слова доверие. Доверие — это выражение вашей преданности. Доверие — это выражение вашей преданности. Оно подобно горе, о которой сказано в книге Псалмов. Я буду как гора Сион. Я не сдвинусь с места. Гора зафиксирована на одном месте. Оно подобно дереву, которое стоит на месте. Мы, как христиане, должны твердо держаться Царства и быть преданными Богу. Это выражение вашей преданности. Вера — это выражение вашей уверенности. А доверие — это выражение вашей преданности. Они действуют сообща, но я хочу, чтобы вы поняли разницу. Когда вы говорите «я доверяю Богу», это означает, что независимо от того, получаете вы ответ на молитву или нет, вы все равно остаетесь преданными Богу. Независимо от того, произошел у вас в жизни прорыв или нет, вы не отворачиваетесь от него. Вы преданы Богу, независимо от того, получаете ли вы то, что хотите или нет, происходят в вашей жизни изменения или нет. Это экзамен, который все мы должны сдать. Давайте обратимся к Евангелию от Марка, глава 10. Это отрывок Писания, который я читал много лет. Постоянно сталкивался с ним и получал различные откровения, связанные с этим. Сегодня мы не будем отклоняться от контекста и рассмотрим вопросы, которые принесут нам благословение. доверие, доверие Богу, доверие Богу вопреки обстоятельствам, доверие Богу, что бы ни случилось, что бы ни чувствовали, доверие Богу, независимо от критики и противления других людей, доверие Богу, независимо от того, светит во тьме свет или нет. Слава Богу! Это удивительно, что мы можем находиться в полной темноте и все равно говорить «Я доверяю Богу». Мы можем чувствовать себя в безопасности, даже если не все идет так, как нам хотелось бы. Аллилуйя! Бог вызволил меня из бездны, и я буду верен Ему. Что бы ни случилось, это и есть доверие. Это и есть доверие. Марка, глава 10. Начнем с 13 стиха. Мы видим, как Иисус благословляет маленьких детей. И в 13 стихе сказано «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним». Ученики же не допускали приносящих. Вы можете представить это. Люди приносили к Иисусу маленьких детей. Облюстители веры, Его телохранители, подбегали и говорили «Не нужно приносить детей к Иисусу, не приближайтесь». Но Иисус увидел это и сказал «Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им «Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божье». О чем Он здесь говорит? «Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, не мешайте, не запрещайте им, потому что таким, как они, принадлежит Царство Божье». Кому еще принадлежит Царство Божье? Давайте взглянем на стих 15. «Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божье как дитя, тот не войдет в него». Нужно принимать его подобно детям, то есть позитивно, искренне. Вспомните, как дети принимают от нас подарки. Они радуются, у них горят глаза. Поэтому Иисус говорит, «Если вы не примете Царство Божье как дитя, вы не сможете войти в него». Дети склонны доверять. Это качество, которое отличает их от взрослых. Вы можете либо разрушить их доверие, либо поощрять его, чтобы оно принесло нужные плоды. Мы должны понять, что невозможно войти в Царство Божье с сомнениями, критикой и неверием в Царство Божье. Скажите, «Я верю». Еще раз, «Я верю». Это единственный способ войти в Царство. Читаем дальше. «И обняв их, возложил руки на них и благословил их. И далее в 17 стихе говорится, «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его, «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» «Что мне делать, чтобы наследовать полноценную жизнь?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди, и здесь он перечисляет шесть из них. Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». А теперь смотрите. Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус взглянув на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай, и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи последуй за Мною, взяв крест». Вспомните, что начиналось все словами о детях и об их умении доверять, о том, что дети могут войти в царство. Давайте прочитаем в расширенном переводе. «Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, «Тебе не хватает одного, пойди и продай все, что у тебя есть, раздай деньги нищим, и будет у тебя сокровище на небесах, а затем приходи и следуй за Мной, иди той же дорогой, которой иду я». Стих 22. «Смотрите, как этот человек отреагировал. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение». Я хочу показать вам, о чем здесь идет речь. Иисус говорит, «Тебе не хватает одного, и нам сразу ясно, что Он хочет испытать его. Я хочу, чтобы ты взял все, что у тебя есть, продал, раздал деньги бедным, а потом пришел ко мне, следовал за мной и был таким же, как я». Этот человек не увидел в этих словах призыв приобрести нечто большее. Для него это прозвучало, как невыгодная сделка. «Продать все и стать таким, как ты?» Он не понял этих слов и упустил чудесную возможность. Я прочту еще четыре стиха из этого отрывка и потом проверю, «Поняли ли вы, о чем тут речь?» Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Он был богатым человеком. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим, «Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божье». Ученики ужаснулись от слов Его, но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божье». Вопрос в том, как нам следовать законам Царства Божьего, и он собирается показать, что именно доверие является ключом, который запускает механизм. Мы потом прочтем другие места Писания, говорящие об этом. Если вы хотите войти в Царство Божье, вы должны понять, насколько важно доверять Богу. Перед нами человек, который, несомненно, доверяет своему имуществу и своим деньгам больше, чем Богу. Иисус показал ему принцип Царства. «Давайте, и дано будет вам». Он объясняет принцип. Божий метод. «Давайте, и дастся вам». Иисус объясняет своим ученикам причину, по которой этот богатый человек расстроился и ушел. Он воспринял предложение Иисуса как потерю, а не приобретение. Он думал о том, что он вот-вот потеряет что-то, а не приобретет. Он смотрел на это с мирской точки зрения, а не с точки зрения Бога. Поймите, с точки зрения Бога, каждый раз, когда вы что-то даете, вам также будет дано. Вам будет все возвращено. Аллилуйя. Если вы доверяете своему имуществу и своим деньгам больше, чем указанию Иисуса, и если вы доверяете своему богатству, своим вещам, доверяете своей жизни больше, чем предписаниям Иисуса, вы не сможете войти в Царство Божье. Вы не сможете войти в Царство Божье. Это важная мысль. У каждого из нас есть возможность выбирать между мирскими принципами и Божьими принципами. У нас есть возможность выбирать, либо доверять Богу и Его предписаниям, либо нет. Позвольте объяснить. Многие христиане молятся, постятся, стараются следовать законам Царства и, возможно, ждут, что Бог изольет на них богатство с небес. Этого не случится. Как Бог отвечает на молитву о восполнении нужды или над действием, вызванной нуждой? Он дает мудрость и отвечает Словом. То, что Бог говорит вам, станет ключом к прорыву. Указания, приходящие от Бога, станут ключом к прорыву. Часто люди игнорируют то, что говорит им Бог и бегут проверять свой почтовый ящик. Вы бежите к почтовому ящику, чтобы проверить, ответил ли Бог на вашу молитву, но Его Слово является ответом. Это мысли, понимание, указания, которые приходят к вам. Главное — мудрость. Приобретай мудрость и всем имением твоим приобретай разум. У вас есть возможность слышать то, что говорит Бог. У вас есть возможность получать наставление непосредственно от Бога. Следуйте тому, что Он вам говорит, и Он наградит вас достатком. Задумайтесь о том, что Бог уже сказал вам. Не ищите чего-то нового, а подумайте, что Он уже сказал вам. То, что Он уже сказал вам, даст вам возможность подтвердить свою верность, свое умение доверять и многое другое. все великие люди, обладавшие достатком, начинали именно так. Они были восприимчивы к тому, что слышали. Это могло прийти к ним во сне или в виде озарения. Бог хочет, чтобы Его слова проникли в ваше сердце. В Библии сказано, что мудрость возглашает на улице. И даже самые простые люди могут услышать ее. Но вопрос был не в том, могут богатые попасть на небеса или нет. Или небеса только для бедняков. Речь идет о доверии. Кому или чему вы доверяете? Доверяете ли вы предписаниям, данным Иисусом? Или же вы полагаетесь на свое состояние и на мирские методы? Это вопрос доверия. Постарайтесь понять. Если вы не будете честны с самими собой и не попытаетесь понять, действительно ли вы полностью доверяете Богу, действительно ли Он является источником вашей жизни, вы можете оказаться за пределами Царства Божьего. Иисус сказал, вы не можете войти в Царство Небесное, если вы доверяете своему имуществу и мирским принципам больше, чем Его предписанием и принципам Царства. Уже сейчас мы можем видеть, как отделяются овцы от козлов. Если вы доверяете Богу, это обязательно проявится внешне. Я считаю, что необходима одинаковая вера, чтобы отдать кому-то 10 долларов или миллион долларов. Господь велел мне делать и то, и другое. Когда Он в первый раз велел мне отдать миллион, я не очень обрадовался. Но знаете, что именно заставило меня исполнить это? Я находился на перепутье. Буду ли я доверять Богу и следовать Его предписаниям, верить в то, что Он знает, что делает, или же я поддамся страху и не буду слушать Его? Буду ли я полагаться на мирские принципы и на Своё имущество больше, чем на Бога? Я ясно слышал Его голос, и моя жена тоже слышала Его. Я понимал, что вопрос только в послушании. Это перекрёсток, на котором однажды окажется каждый христианин. Выберу ли я доверять Богу? Если вы выдержите это испытание вашего доверия и научитесь принимать предписания Господа и исполнять их, только тогда вы сможете войти в Царство Божье. Теперь давайте вернёмся и посмотрим, что произошло с этим богатым человеком. У него была чудесная возможность, но он её упустил. Он не понимал сути происходящего. Стих 22, Марка 10, 22. Он же, смутившись от всего слова, отошёл с печалью, потому что у него было большое имение. Давайте посмотрим Псалом 51, 9. Псалом 51, 9. Не закрывайте Евангелие от Марка. Я взволнован этой темой и пытаюсь связать всё воедино. Это будет замечательно. Мы так давно этого ждали. Псалом 51, стих 9. Читаем. Псалом 51, 9. «Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействии своём». Слово, которое переведено здесь как «злодейство», означает «имущество». «Он укреплялся в своём имуществе». Другими словами, «Он больше полагался на изобилие своего богатства, укреплялся в своём имуществе и не полагался на Бога». Он считал, что богатство, а не Бог, делает его сильнее. Вернёмся к Евангелию от Марка, глава 10. Десятая глава. 23 стих. «И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим, как трудно имеющим богатство — вы знаете, что тут имеется в виду пование на богатство — войти в Царствие Божье. Как трудно имеющим богатство усвоить Божьи принципы и методы. Прежде всего, здесь не говорится о том, как попасть на небеса. Единственное, что вам нужно, чтобы попасть на небеса, это родиться свыше. Здесь говорится не о том, как попадают на небеса, а о том, как научиться следовать Божьим принципам, как усвоить его методы. Это очень важно. В течение долгого времени многие верующие считали, что здесь говорится, богатые не могут попасть на небеса. Но здесь сказано, как трудно имеющим богатство усвоить Божьи принципы и методы. А дальше, в стихе 24, мы читаем, ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ, дети, как трудно надеющимся на богатство войти в царствие Божье, войти в Божью систему, Божье правление. Он говорит, что это будет трудно, потому что для этого необходимо доверие. Человеку, который доверяет своему богатству больше, нежели Богу, будет очень трудно. Он не сможет войти в царство. Он не сможет понять и принять это. А дальше звучит знаменитая фраза «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому», то есть надеющимися на богатство, войти в царствие Божье. Можно много говорить о том, что такое игольное ушко, где находится это место, но я не буду на этом останавливаться. Я хочу подчеркнуть одно. Человек, который не полагается на Бога больше, чем на свое богатство, не может войти в царство Божье. Они же чрезвычайно изумились и говорили между собою, кто же может спастись. Иисус, возрев на них, говорит, человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Он продолжает говорить о царстве. И начал Петр говорить ему, вот мы оставили все и последовали за тобою. Они тут же начали судить этого человека. Вот он не последовал за тобою, а мы все оставили. Я бросил свой рыболовный бизнес, я ушел из налоговой службы, я оставил медицинскую практику, мы все оставили и последовали за тобой. Но смотрите, что говорит Иисус. Иисус сказал в ответ, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия. Обратите внимание, что вы делаете это ради Иисуса и Евангелия. Я доверяю Ему и оставляю все ради Него и Евангелия. И не получил бы ныне, во время сие, ради гонений, во стократ более. Я хочу, чтобы вы поняли, вы получите во стократ больше сейчас, потому что живете верой. Не говорите, я должен получить во стократ больше домов, но пока я не вижу никаких домов. Мы живем верой, поэтому вы получаете во стократ более уже сейчас. Домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель. И заметьте, что здесь сказано. Вы получаете все это среди чего? Среди гонений. Если вы не против гонений, то вы получите во стократ больше. Если вы хотите жить в царстве и принимать благословения царства, мирские люди будут недовольны, когда увидят проявление этого обещания. Это непременно случится. Они будут наблюдать за вами, завидовать вам. Они попытаются помешать вам наслаждаться благословениями, полученными от Бога. Это закономерность. Вы получите во стократ больше, но при этом подвергнетесь гонениям. Если вы боитесь, что люди будут обсуждать вас, преследовать вас, то вам лучше продолжать следовать принципам и методам этого мира. Я не боюсь гонений, я хочу находиться в царстве. Аминь. Я живу в царстве. Затем Иисус говорит о веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первые и последними, а последние первыми. Многие же будут первые и последними. Мы уже живем в это время, когда первые становятся последними, а последние первыми. в Южной Африке это происходит прямо сейчас. Пока я говорю все это, там происходят перемены в общественной системе. На прошлой неделе мои друзья сказали мне, с тех пор, как ты был в Южной Африке последний раз, все очень изменилось. Те, кто раньше принадлежали к низшим классам, теперь стали средним классом и даже верхушкой общества, а те, кто были наверху, опустились на самый низ. В системе царства, царства, в системе царства нужно сначала что-то посеять, чтобы потом пожинать. Вы сеете и пожинаете, и поэтому можете платить по счетам. Вы преуспеваете, потому что жертвуете, это Божий принцип. В мире действуют другие принципы, но я предпочитаю следовать Божьим принципам. Мы все сталкивались с ситуациями, когда у нас возникала нужда, и мы сеяли семена в землю. Самое распространенное чудо в теле Христовом это финансовое чудо. Бог неоднократно проявлял себя и делал для вас то, в чем вы нуждались. Давайте рассмотрим это подробнее. Я не хочу, чтобы вы полагались на свое имущество, потому что вы должны доверять Богу, доверять Его методам, Его слову. Давайте откроем Евангелие от Луки 6, 20. Луки 6, 20. Вопрос, который был поднят в 10 главе Евангелия от Марка, звучал так. Чему вы доверяете? Вы доверяете мирским методам или Божьим методам? Речь не идет о богатых и бедных и о том, попадут они на небеса или нет. Речь идет о доверии. Я хотел напомнить вам, прежде чем мы перейдем к этому стиху. Луки 6, стих 20. Давайте прочтем этот стих вслух все вместе. «И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил, «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божье». Он говорит, что нищим будет дано преуспевать в Царстве Божьем. Они получат возможность преуспевать в Царстве Божьем. Здесь не говорится о том, что нищие попадут на небеса. Иисус говорит, что нищие будут преуспевать в Царстве Божьем. Больные люди смогут преуспевать в Царстве Божьем. Бог наш источник. Когда мы надеемся на Него, полагаемся на Него и доверяем Ему, Он поддерживает нас и восполняет любую нехватку и нужду. Вы сможете решить свою проблему, если начнете доверять Богу и следовать принципам Царства Божьего. Давайте обратимся к первому посланию Тимофею. Глава шестая. Мы будем читать различные места Писания и принимать то, что оно говорит. 1 Тимофею 6 17 Мне нравится шелест страниц, когда я листаю Библию. Это наша заповедь изучать Писание. Взгляните на стих 17 «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения». Теперь давайте прочтем это же место в расширенном переводе. «Богатых этого мира наставляй». Он не говорит, что в богатстве есть что-то плохое. Он говорит, что они не должны полагаться на Него, чтобы они не были горды и самонадеянны, не смотрели с презрением на других и полагались не на сомнительные богатства, а на Бога, который щедро и неустанно обеспечивает нас всем необходимым для нашего блага. Он говорит, доверяйте Богу, потому что Он щедро и неустанно обеспечивает нас всем необходимым для нашего блага. istry for kami я доверяю Богу, потому что Он обеспечит меня всем необходимым для моего блага. Я доверяю Ему, потому что Он даст мне все необходимое. Я следую Божьим принципам, потому что Он даст мне все необходимое. Я полагаюсь на Бога, потому что Он даст мне все необходимое. Бывают моменты, когда внешне незаметно, что Он обеспечивает нас, но мы не должны зависеть от внешних вещей бывают периоды когда нам кажется что ничего не происходит но мы не должны зависеть от того что нам кажется слово которое находится у нас внутри действует внутри нас скажите я верю стихе 18 он говорит наставляй их чтобы они творили добро обогащались добрыми делами были великодушны и щедры охотно делились всем с другими собирая себе сокровища добрая основания для будущего чтобы достигнуть вечной жизни в расширенном переводе сказано собирая для себя вечные богатства как доброе основание для будущего чтобы они могли постигнуть подлинную сущность жизни вот что мы делаем мы собираем себе доброе основание для будущего я не знаю какие безумные вещи будут твориться с этим миром, но вы можете не переживать, потому что вы собрали добрые основания для будущего. Подумайте обо всем, что вы отдали и сделали, и поверьте, что с вами все будет в полном порядке. Не поддавайтесь страху, не слушайте новости, где бесконечно говорят о разных проблемах. Вы должны принять твердое решение доверять Богу. Призносите вслух, я доверяю Богу, я полагаюсь на Него, я надеюсь на Него, я опираюсь на Него, без всяких сомнений, потому что я доверяю Богу больше, чем кому-то или чему-то. Я доверяю Богу, и Он позаботится обо мне. Это как раз то, о чем говорил Иисус в 6 главе Евангелия от Матфея. Не заботитесь о том, что вам есть, что пить, во что одеться. Он говорил, что птицы небесные не сеют, не жнут, не собирают в житницы. Он говорит, я кормлю их, я забочусь о них. Он также велит нам не беспокоиться о том, что нам носить. Посмотрите на полевые лилии, говорит Он. Даже Соломон во всей своей славе не одевался так, как они, потому что я одеваю их. Бог точно знает, что нам нужно. Наш Небесный Отец знает обо всех наших нуждах, слава Богу. Но ищите прежде всего Царство Божьего. Он говорит, доверяйте мне. Не доверяйте кому-либо или чему-либо больше, чем мне. Я могу позаботиться о вас. Слава Богу. Это очень простое послание, но я хочу, чтобы оно закрепилось в вашем сознании. Это совсем не сложно. Говорите, я доверяю Богу, когда ложитесь спать. Говорите, я доверяю Богу, когда встаете. Говорите, я доверяю Богу, когда идете на работу. Не позволяйте обстоятельствам парализовать вас и посадить на мель. Просто доверяйте Богу. Скажите еще раз, я доверяю Богу. Еще раз, я доверяю Богу. Аллилуйя. Я доверяю Ему. Я не всегда знаю, как именно Он будет действовать, но я точно знаю, что Он сделает все необходимое. Это и есть доверие. Я не могу объяснить вам, как именно Он делает это, но Он обязательно сделает. Это та же вера, какая была у Сидраха, Месаха и Ординага. Вы должны доверять Богу. Можешь бросить меня в раскаленную печь, но я не поклонюсь тебе. Я доверяю Богу. Даже если меня бросят в огонь, Бог сможет уберечь меня. Когда вы полагаетесь исключительно на Бога, тогда Богу не остается ничего другого, как предстать в образе четвертого человека посреди огня и освободить вас. Аллилуйя. Скажите, я доверяю Богу. Это очень простые слова, но мы не должны игнорировать их. Преданность Богу, исследование Его принципам, высвобождает силу. Давайте прочтем книгу притчи 11.28. Притчи 11.28. Пока листаете Библию, повернитесь и скажите, «Все прекрасно». Мы не говорим, «Все будет прекрасно», потому что живем верой и не рассуждаем о будущем. Скажите, «Все прекрасно сейчас». Мы живем верой. Понимаете, о чем я говорю? Мы не говорим, «Бог благословит меня работой». Скажите, «У меня есть работа». Мы живем верой, а не тем, что видим. Бог исцеляет нас. Скажи соседу, «Я здоров». В другую сторону скажи, «Со мной все в порядке прямо сейчас». Прямо сейчас. Когда вы принимаете Слово, вы становитесь Его владельцем, начинаете распоряжаться им. В Библии сказано, «Его ранами». Вы исцелились. Говорите, «Я исцелен». Вы не можете по-настоящему принять Слово и не сможете что-то изменить, если не начнете распоряжаться им. Я верю Богу. Я верю Ему. Я верю в то, что Его Слово истинно. Аллилуйя. Слава Богу. Это очень злит дьявола. Вы говорите, что у вас есть что-то, но Он не способен этого увидеть. Но мы принимаем Слово независимо от того, проявилось оно или нет. Мы принимаем Слово потому, что доверяем Богу. Аллилуйя. Это выходит за пределы нашего понимания. Мы не можем постичь Божий промысел своим ограниченным ему. Плотской ум не в состоянии постичь духовные вещи. Поймите, вера провозглашает, «У меня уже есть то, что мне нужно. Я доверяю Богу. Мне не нужно ждать, когда я получу что-то. Я могу уже сейчас сказать, что у меня это есть». Если вы доверяете Богу, вы обязательно получите все необходимое. Если люди доверяют вам, вы можете пойти и попросить у них что-то, пообещав заплатить позже, и они дадут вам то, что вам нужно. И я старался не сильно этим злоупотреблять. Итак, притча 11, 28. 28 стих. Притча 11, 28. «Надеющийся на богатство свое упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть». Вы понимаете? Тот, кто полагается, надеется на свое богатство и уверен в нем, упадет. «А праведники будут свести, как зеленая ветвь». Очень важно, чтобы вы усвоили это. Мы должны доверять Богу. Не имуществу, не правительству, не финансовой поддержке государства и не своим бизнес-планам. Мы доверяем Богу. Вы слушаете меня? Притчи 3, 5. Спасибо, Иисус. Мы доверяем Богу. Я хочу, чтобы вы усвоили это сегодня и понимали об этом всегда, когда у вас возникают страхи и сомнения. А что, если у меня заберут дом? У Бога есть для вас дом получше. Но вы не хотели покидать этот дом. Вы молились за новый большой дом, но не хотели выезжать из своей хижины. Я доверяю Богу. Я доверяю Богу. Что сможет изменить вас, повернуть в нужном направлении? Я доверяю Ему. Что бы ни происходило, ничто не способно поколебать мою праведность? Некоторые христиане получают ответ на свою молитву, а потом их больше не видно в церкви. Для чего вы вообще сюда пришли? Я доверяю Богу. Я знаю, что Ему известен мой путь. Ему известно, что мне нужно. Я просто доверяю Ему и сохраняю правильный настрой. Слава Господу, что я доверяю Ему. Аллилуйя. Я не позволю ничему поколебать мою праведность Богу. Притчи, глава 3. Читайте вместе со мной. Стих 5. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. А вот как звучит расширенный перевод. Рассчитывай, надейся на Господа и доверяй Ему всем сердцем и не полагайся на свой разум и понимание. Вот что говорит Господь. Даже если вы не понимаете ту или иную ситуацию, полагайтесь на Него. Рассчитывайте на Него. Сделайте Его своей опорой. Будьте уверены в Нем. Дорогой Господь, я не совсем понимаю, что происходит, но все равно положитесь на Него. Я доверяю Тебе, Господь. Я доверяю Тебе. Когда у вас все идет не так, как нужно, вам кажется, что все эти испытания Бог посылает специально, чтобы разозлить вас. Но Господь говорит, я хочу проверить, действительно ли ты доверяешь Мне. Я слышу, как ты говоришь о доверии, но я хочу убедиться, что ты на самом деле доверяешь Мне. Поймите, что Господь испытывает вас не потому, что хочет посмотреть, как вы себя поведете. Вы сами должны проверить, как вы будете себя вести. Пройдя испытания, вы можете оглянуться назад и подумать, «Когда все обстоятельства были против Меня, я все равно продолжал доверять Богу и полагаться на Него». И Он вызволил вас чудесным образом. Теперь вы поняли, как это происходит. Вы поняли, как важно сохранять терпение и надежду, когда у вас на пути возникают серьезные испытания. Каждый раз, когда вы просите о чем-то в молитве, прежде чем что-то получить, вы должны пройти подготовку. Если вы не будете разваливаться, вы не сможете получить то, что вам нужно. Аллилуйя, слава Богу! Вы не можете просто залезть в самолет и повезти его. Вы должны понимать, что вы делаете. Вы должны развиваться. Полагайтесь на Бога, а не на свое понимание. Доверяйте Богу. Перейдем к 1 Тимофею, глава 4. Я хочу, чтобы эта мысль прочно засела в вашем сознании, чтобы вы встали утром со словами «Я доверяю Богу», чтобы вы пошли домой. Посмотрели на свои счета и сказали «Господь, я сделал все, что мог». 1 Тимофею 4.10. 1 Тимофею 5.10. 1 Тимофею 5.10. Бог — ваш избавитель, доверяйте Ему. Бог — тот, кто вызволит вас, доверяйте Ему. Бог — тот, кто укажет вам, что вам нужно делать. Он — ваш хранитель, защитник. Доверяйте Ему. Для кого-то из вас стало настоящим чудом то, что вы смогли выдержать испытания. Бог оберегал вас. Слава Ему! Некоторые люди предпочли бы умереть, чем проходить через все это. Вы должны славить Бога за то, что вы здесь сегодня. Слава Ему! Что только не проносилось у вас в голове. О каких только ужасных вещах вы не думали. Не говорите, что Бог ничего не делает. То, что вы сейчас здесь — это доказательство той силы, которой обладает Бог. Прочитаем книгу Исаии. Шестую главу. Господь, мы доверяем Тебе. И не отступимся от Тебя. Мы доверяем Тебе, Иисус. Ты уже сделал многое для нас, и сделаешь еще. Если Господь провел вас через трудности, Он хотел показать вам, что Он способен. Если Бог провел вас через серьезные испытания, Он показал вам Свою силу. Если Он провел вас через раскаленную печь, Он проявил Себя. Вы достигли момента, когда вы должны полностью довериться Ему. Вы должны твердо верить в то, что Бог всегда видит полную картину всего происходящего. И тогда Божья благодать сможет осуществить в вашей жизни все необходимое. Я оглядываюсь на испытания, через которые я прошел. Я не понимал до конца, что происходит, но я был уверен, что Бог понимает, что делает. Мне не было легко. Но сейчас, оглядываясь назад, я думаю, «Да мне действительно нужны были эти испытания». Я бы никогда не смог понять что-то, если бы не прошел через все это. Я не смог бы получить нужный ответ, если бы не прошел этот путь. Я не смог бы отреагировать правильно на эту ситуацию, если бы не прошел этот путь. Бог сделал нашу жизнь похожей на школу. Нам нужно закончить один класс и сдать экзамены, чтобы перейти в следующий. Это называется развитием. Книга Исаии 26.3 Читаем третий стих. Вместе вслух. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире». Он хранит нас в мире, то есть хранит нашу цельность, полноту. Это значение слова «мир». Он хранит вас в целости, в полноте, невредимом. Не воспринимайте слово «мир» как нечто само собой разумеющееся. Это слово «шалом». Это же слово переводится как «преуспевание». Я сохраню тебя в мире и целости. Я дам тебе преуспевание, исцеление, свободу. Вы не можете быть богатым, если у вас нет целостности. Ваше богатство — это не деньги, которые хранятся в банке. У вас может быть миллион долларов на счету, но вы можете умирать от рака. Вы бедный человек с миллионом долларов в банке. Вы не можете иметь полноту, целостность, если вам чего-то недостает. Здесь сказано, «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире». Что значит быть твердым духом? Это значит доверять Богу. Я всегда думаю о том, что ты мне говоришь. Я всегда размышляю над твоим словом. Я всегда размышляю о твоих принципах, потому что я доверяю тебе. Полагаюсь, надеюсь и рассчитываю на тебя. Я доверяю тебе, поэтому могу починить свой разум, починить плохие мысли. Я доверяю тебе, поэтому могу починить то, что у меня перед глазами. Вы не можете победить этот мир, если не научитесь подчинять то, что у вас перед глазами. Мы хотим совершить нечто великое, а еще не научились управлять собой в простых ситуациях. Научитесь управлять самим собой. Возьмите под контроль свои отношения, свой язык. Подчини себе это овсяное печенье, Крефла Доллар. Расскажу одну историю. Все хорошо, все хорошо. Я решил однажды, я должен полюбить овсяное печенье. Я пришел к повару, и он, благодаря своему опыту, своей мудрости, придумал подходящий рецепт. Он взял бананы и использовал их вместо муки. Добавил овсяную крупу, добавил мед, грецкие орехи, смешал все это. Я получил свое особое овсяное печенье, которое выглядело как даже не зная, что. Когда я в первый раз попробовал это печенье, он сказал, на вкус оно практически такое же. Мне все равно, как он его приготовил. Я могу использовать свое воображение и представить, что это настоящее овсяное печенье. Оно пахнет, как овсяное печенье, выглядит, как овсяное печенье. Не знаю, зачем я вам это рассказал. Перейдем к книге Иеремии, глава 17. Мы прочитаем большой отрывок. Иеремии 17, стих 5. Пятый стих. Так говорит Господь. Проклят человек. Проклятый означает обреченный на неудачу. Что бы ни делал человек, у него ничего не выходит. Ему кажется, что вот-вот получится, и снова неудача. Проклятый означает обреченный на неудачу. Благословенный означает обреченный на успех. Стих 5. Так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Проклят великим злом, сильный человек, который надеется и полагается на слабого человека. Это гуманизм. «Делает своей опорой немощную человеческую плоть, сердце которого отворачивается от Господа. Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах зноенных в степи, на земле бесплодной, необитаемой». Стих 7. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Слава Богу! Я буду доверять Господу. Аминь. Я не собираюсь полагаться на немощного человека. Я не буду полагаться на мирские методы. Я не буду доверять идеям гуманизма. Я буду доверять Богу. Потому что я хочу стать, как дерево, посаженное у реки. Когда мир перестанет приносить плоды, мы по-прежнему будем плодоносить. Слава Богу! У нас в жизни все будет в порядке. Аминь. И теперь давайте взглянем на Псалом 111. Псалом 111. Это описание праведника. Вы поймете почему. Мы уже читали об этом. Но не уяснили до конца, как этим людям удавалось жить подобным образом. Псалом 111. Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Вы должны любить Его заповеди. Сильно будет на земле семя Его. Род правых благословится. Обилие и богатство в доме Его. И правда Его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым. Благ Он и милосерд, и праведен. Добрый человек милует и взаимы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется. В вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы. Сердце Его твердо, уповая на Господа. Никакие плохие новости не могут поколебать Его. Никакие новости не способны встревожить Его. Рынок акций упал на 500 пунктов. Не тревожат Его. Почему? Потому что Он твердо держится другой системы. Он доверяет Богу. В следующем стихе сказано, «Утверждено сердце Его». Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Послушайте, когда ваше сердце утверждено в доверии Богу, страх не сможет прокрасться в ваше сердце. А если страх не может проникнуть к вам внутрь, то у сатаны нет никакой лазейки, чтобы он мог войти и навредить вам.